Не хочешь чистить мандаринку? Пожалуйста. Запрещеночка. Мой любимый гигант. Я не знаю, на какую семью его надо покупать. Еще есть Corona Extra, Corona Premier. Что? Ребенская капуста. Всем привет! Сегодня 7 февраля, и мы отправляемся за продуктами, потому что у нас закончилось практически все. Присоединяйтесь. Мои меня уже ждут. У нас тут сумасшедший ливень, поэтому подъехали прямо вплотную. Присоединяйтесь. Субтитры делал DimaTorzok Местная женщина защищается от дождя. Пакет себе на голову надела и загружает продукт. Говорят, сделайте шаг вперед. Тай, аккуратно, ноги не намощи. Субтитры делал DimaTorzok Да ладно уж, попробуем так наступить. Иди сюда. Воды по колено. Вот он. H.E.B. Но мы его между собой называем H.E.B. У меня обувь высокая. Обувь высокая. Тай, ну все, хорошо. Пойдем тогда. Нормально. Не намокла. Ты из лужи-то выйдешь? Тай, пойдем, потом попрыгаешь по луже. Вот он, несчастье для ребенка. Лужи. Жалко, сапог нету с собой. Стандартная ситуация. Ребенку надо в тележку. Мой любимый автомат. Купи биткоин. Здесь очень большой выбор фруктов и овощей. Начнем с первой. Так, клубнику берем. Цена на клубнику... А, вот и цена. 3 доллара. Вес здесь 454 грамма. Апельсин. Сейчас возьмем апельсин тебе. Смотрите, все уже полезно. Очень удобно. И здесь очень большой выбор всего уже подготовленного. Не хочешь чистить мандаринку? Пожалуйста. Не хочешь резать арбуз? Пожалуйста. Кстати, обратите внимание на пакеты. Они свернуты не так, как у нас в Ашане было. И правда, если здесь брать более большими объемами, цены гораздо ниже. Но мы не съедаем такое количество еды, поэтому я не вижу в этом смысла, если честно. Я против waste of food, как говорится. Здесь, кстати, очень большие и приятные отделы зелени. Смотри, смотри, смотри. Гигантская капуста. Гигантская капуста, да. И гигантские листья салата. Да, гигантские листья салата. Еще здесь очень любят салаты. Много-много-много видов салатов уже порезанное, все помытое. Сейчас мы возьмем грибы. Гигантская капуста, да. Салат салаты. Вот такое. Местный рыбный отдел. Он такой вот прям хорошим. веточки разных видов такого цвета такого цвета очищены уже еще здесь очень много уже готовой еды большой выбор разогрел и съел еще кстати здесь очень вкусный отдел суши и здесь гораздо дешевле чем заказывать на доставку домой так нам нужен хлеб кстати вот что что здесь проблемы с хлебом настоящему вкусного хлеба здесь очень мало и приезжай приходится ездить другой магазин за ним это цена на стейки мясо конечно здесь очень вкусное если мы брали когда-то мироторговская в москве и потом были проблемы с пищеварением здесь такого конечно нету ну кто это у меня на ноге-то сидит иди в тележку садись я же не тележку дай это отдел мяса здесь очень много всего вот такого вот прикольненького для барбекю фарш нам нужен говяжий фарш где он так кстати тоже очень нам нужен фарш на пельмени поэтому 20 процентов жира здесь и вес соответствую у нас есть такие вот колбаски мой любимый гигант я не знаю на какую семью его надо покупать так это уже классическая на косточке вот эти вкусные на бочке отдел курочки здесь можно купить курицу которая никогда не ела антибиотики и курица которая гуляла всегда по улице не сидела в клетке а вот органическая значит здесь есть органик air chilled вот вообще на воздухе отдыхала ну и такая же история с мясом можно купить мясо тех коров которые ели травку жили в хороших условиях и цена соответственно на такое мясо подороже немножко повыше так что у нас здесь по сырам таким я не очень это люблю поэтому мы не берем кофе это кстати мне как раз нужна была фита какая цена тут на нее 622 ну что делать придется брать потому что свет и тут конечно напряженка а вот это может быть это подешевле вот эту возьмем можно еще кстати купить сыр разного вида на терке или как правильно сказать не знаю средняя мелкая широкая все для вашего удобства экономьте время свое как говорится хватите больше но экономьте время здесь у нас сыры цена на пачечку выбор хороший а тут можно нарезать себе ветчину или что хочешь разные виды вот такая цена примерно какой-то копченый сыр на ок это по-русски на дубе на дубе дуб так это обычный чеддер 7 долларов тоже копченый сыр ручная работа 24 ручная работа значит 24 маркетинг еще мы берем вот такую штуку классную тесто готово из печи ну возьми то которое мы до этого брали вкусно нет это длинная а тут два куска не влезает в нашу air fryer здесь еще вот скидки такие висят на что на вот она на роз стандарт вот здесь 3,75,2,25 3,24 ну бери эту ладно и купончик такой сканируешь потом тебе скидку добавляют тут отдел колбасок всяких пошел это я переместилась уже сюда вот эти вот колбаски я знаю еще из германии когда я была маленькая я очень-очень их любила но сейчас что-то моя любовь к ней прошла уже со временем нарезка смотрите как нарезано если у нас в пачечке все лежит аккуратненько то здесь вот такая вот нарезка это все мы брали последний раз вот такую стоит она кажется столько да вкусно это было и здесь вес так честно говоря у меня проблемы с весом здесь потому что я не понимаю сколько значит 8 ос пока все дело привычки наверное вот смотрите еще здесь опять готовенько если хотите возьмите все быстро уже даже порезанная куриная грудка удобно конечно смотрите вот это mac and cheese здесь все дети сходят с ума по этим макаронам с сыром а моя не любят у меня видимо у ребенка здоровое питание здесь все дети очень любят mac and cheese макароны с сыром а я не любит когда приходишь в кафешку и смотришь детское меню на первом месте будут макароны с сыром искренне надеюсь что меня слышно на видео потому что микрофона у меня пока нет вот здесь были премиальные сыры которые хендмейд здесь уже подальше подешевле сыры вот и вот мы взяли кстати еще лосось вот цена мы будем его солить потому что соленого здесь нет копченый есть сырочек ну да этот 8,96 а тут я насла за долг 19,9 вот этот все равно его плавить поэтому какая разница я еще всегда муж ругает я вижу цену но не смотрю на вес сейчас вроде бы этот нормальный сыр взят теме сыров я очень люблю пармезан и мне его безумно не хватало моя лучшая подруга привозила мне его из италии и здесь мы просто не можем его остановиться покупать каждый раз берем этот пармезан потому что он очень вкусный сыр здесь цены нормальные не как у нас было после санкций вот мы в отделе бекона большой выбор бекона рученого на applewood вот еще как-то особенно порезан выбор большой вот уже жареный кому надо разогрей и съешь бирем очень вкусную пасту томатную здесь спасибо пожалуйста для пиццы для бутербродов очень вкусно смотрите мы нашли здесь лаваш вот такой предлагает его как тесто для пиццы тонкая но прям очень похож на лаваш и опять большой выбор уже готовой еды даже подливку сделали огромные баночки огурцов и здесь есть маринованные халатин вкусная штука это азиатский отдел мне кажется у нас все из него есть можно только взять лапшу для хобо кстати такие я ела когда жила в Японии очень вкусная штука Тае не нравится как говорится не зашло Мам зачем ты мне их показала он сейчас опять тошнить будет извини и хлеб можно взять супер тонкий большого размера маленького среднего все что хочешь ну конечно мне здесь очень нравится возьмем такой экстра арахисовая паста вот она но мы как-то ее не очень любим поэтому не берем а вот баночки супы которые в фильмах если помните иногда выливают в тарелку и греют микроволновки не знаю честно говоря вкусная это или не очень но выбор хороший и кстати и особенно здесь еще есть уже готовый куриный бульон и говяжий бульон можно не заморачиваться взять разогреть добавить туда овощи и вот тебе суп готов правда по составу я не уверена что он хороший но вроде нормальный опять уходит от меня а я ношу все в руках вот этот вот очень вкусный еще crispy onions очень люблю их и кстати вот это кислая капуста которая здесь стоит 3 доллара это что такое бывает кислая капуста которая здесь стоит 3 доллара так какой здесь купончик нам не подходит вот возьмем такие уже резанные томаты для пасты есть даже вот такие смотрите помидоры другого вида кукурузу у ребенку на ланче но так не слышно же такой личико заслуживает подписки а вот сметана сметана нам еще нужна она более густая чем у нас а вот это кстати cottage cheese это творог но я не люблю молочку у меня аллергия на белок коровьего молока поэтому мы не берем и я не скучаю по творогу ой смотрите что здесь есть даже честно говоря не замечала кефир кефир здесь у нас кофе и мы ищем на самом деле овсянку кофе 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 и чай вот цены на пачечки здесь за 3,98 я даже таки не видела честно говоря возьму попробую вкусно вообще я брала вот такой вот старбакс он прям очень вкусный я поняла почему старбакс очень-очень здесь вырос и стал мировым брендом потому что здесь ужасный кофе вот если ты идешь куда-то и там тебе предлагают кофе просто ужас ужас огромные пачки чипсов пари сайт большой но моих любимых нету я люблю остро кислые такие с халапеньо и с лимоном слаймом это не то поэтому мне сегодня без чипсов стащила пачку чипсов и пошла ее класть пока я не вижу ох уж это тая у нас мы нашли овсянку вот такая большая 5,68 возьмем поменьше ладно возьмем большую потому что овсянка она особо не портится поэтому пусть будет про запас и вот цена на такую 3,98 она поменьше 2,48 и чипсы ой господи чипсы хлопья очень-очень большой выбор хлопьев но опять же мы их не любим не очень разные виды смотрите смотрите нашли йогурт скитлс да бери конечно можно в школу такую взять хочешь попробуем давай разные вкусы на держи 2 сейчас папа придет а дашь там смотри розведь залит решили вообще не брать а нет взяли какой-то другой два разных это молоко коров которые питались травой и здесь сыр ой господи сыр масло сливочное а нет это сыр Это такое, например, Филадельфия. Здесь, кстати, недавно была большая напряженка с яйцами. Но сейчас все стабилизировалось. Все из-за того, что курицы заболели куриным гриппом и очень плохо неслись. Но у нас, видите, все уже в порядке. Кстати, очень большой выбор молока разного. Лактозное, безлактозное, овсяное, с разными вкусами, разных размеров. На любителя. Каждый найдет себе то молоко, которое ему нравится. Возьмем сливки. Кстати, здесь все молоко ультропастеризованное. Потому что непастеризованное молоко здесь пить не разрешают. Опасно. Соки. Разного вида и вкуса. И с витамином D. Мне, кстати, не нравится, что здесь некоторые продукты обогащены специально кальцием или витамином D. Поэтому мы смотрим, что такие не брать. Организм сам возьмет то, что ему нужно. Мороженое. Можно на бис. Мороженое, мороженое. Вы знаете, какое самое вкусное мороженое в мире? Это не Баскин Роббинс. Это Хагендац. Вот это вот самое вкусное. Здесь еще очень много всего замороженного. Можно купить тортики, пончики. Основу для пирога. Ну и там дальше всякие бургеры и прочее. А это отдел напитков. И здесь действительно все продается большими пачками. Можно в холодильнике найти около кассы по одной бутылке, но цена будет гораздо-гораздо выше. Смотрите, это какой-то road beer. Даже не знаю, что это такое. Много-много доктора Петтера. Разных вкусов. Маленькая супер-мини кола. Дорожная кола. Ой, смотрите, это оригинал кола. Интересно, какая упаковка. Даже чтобы не видела. По одному доллару скидка. Но это может быть не Coca-Cola, а дешевый вариант. Вот это вот супермаркет, в котором мы сейчас находимся. H-E-V. Купили мы Air Fryer. Мы купили его за 40 долларов, а здесь вот такой стоит 100. Наш ничем не хуже. Почему-то у меня в Америке огромная проблема найти тряпочки для протирания со стола. И вот, не знаю, расскажите мне, может кто-то знает, где их купить, потому что я что-то уже все супермаркеты посмотрела и нигде их нет. Так лучше. Вот такие я уже купила, но мне нужны вот эти вот, которые можно выбросить через неделю. А тканевые как-то жалко выбрасывать. Смотрите, еще так как здесь все пользуются сушилками, то есть вот такие вот, по-русски я не знаю, как сказать, салфетки, наверное, шить. Ну да, салфетки. Которые ты закидываешь в сушилку, и они отдают запах. Возьмем, попробуем. И, по-моему, Дауни это наш Ленор, если я не ошибаюсь, но, честно говоря, я не уверена в этой информации, поэтому утверждать 100% не буду. И большие, смотрите, у меня вот такая дома стоит, это суперудобно. Стиральный порошок это. Ты его так переворачиваешь. Ой, тяжелый какой. Получается. Сейчас попробуем. А, ему места там не хватает. И на кнопочку нажимаешь, и он наливается. Эту вот крышечку, которую надо снять предварительно. Удобно. Не надо поднимать, высыпать что-то, выливать. О, Тайя уже переместилась сюда. Вот там мы понабрали много всего. Ну, наверное, на две недели, на две с половиной нам хватит. Больше или меньше? Что-то мы стали слишком много есть. А, корона еще. Взял корон. Сколько корона стоит? Ну, откуда доехать, не помню. Долго 24. 24. Вот здесь, чем больше пачка короны вот этой вот, тем дешевле. И Гиннес то же самое. Мы вернулись в отдел. Вот курочку можно купить сразу. Вот этот вот air fryer, который я показывала, в нем как раз-таки вот это все очень удобно делается, супер быстро. Так, возьмем ребенку вафли. Брали мы последний раз вот эти вот. Еще нам нужны замороженные ягоды, потому что я варю компот. Соки не пьем, я варю компот. Ну, уже вот так села. Просто ребенок весь извертелся. Встала. Домой хочет. Поехали в сладости. Ну, тут перестроен. Да? Ты сказала. Идем в отдел сладостей. Где он? Фенни. Вот и сладости. Сколько разных видов ММД. С разными начинками. Кранч и куки. Даже внутри печенька здесь есть. Интересно. Эта кипка не пробовала. Рафаэлла, ты будешь ее есть? Да. Ну, возьми. Это считается, как одна большая пачка. Хорошо. Считается, как одна. Окей. О, sorry. Пойдем, положим в корзинку. Какие-то концентрированные соки, судя по всему. Опять надпись органик добавляет к цене какое-то количество процентов. Пачку там. Пачку шоколада. Ну, как же без нее-то? А вот цены на алкоголь. Запрещеночка. 50 долларов. Празе, вино. Надо найти крепкие алкогольные напитки. Где они здесь? Посмотреть. Показать. Шардоне калифорнийское. Сразу пачечка. Какая здесь пачечка? А, вот тут маленькие, да, 4. Удобный, походный вариант. Смотрите, выбор пива. Ну, как я уже сказала, что гораздо выгоднее брать большую пачку, чем маленькую. И самое интересное, я вам сейчас покажу здесь, если есть в этом магазине, мы в другом видели, здесь по-другому выглядит корона пива. Не по-другому, а здесь разные вариации есть. Маленькая такая, 0,2,5. Есть она здесь? Вот это, по-моему, мини-борлс. Супер маленькие. То есть вот эта маленькая, а вот эта классическая. Интересно. Цена на нее, на маленькую 7, на эту 9. Еще есть корона экстра, корона премьер, корона лайт. Ну, и там все остальные виды корон. А, еще есть корона вот такая. Вот в такой банке, классической. На большую пачку цена, да, мало 21. Хайникен. 17. 12 штук. Ну, вот крепкий алкоголь. Я, честно говоря, даже и не знаю здесь где. Поэтому показывать не буду. Мы пришли в тортики. Адский какой-то краситель. Я знаю, что они очень невкусные, поэтому даже их и не брали никогда. Ничего не могу сказать. Не хочу даже пытаться брать. Смотрите, какая гигантская фольга. Сколько она стоит? 20 долларов. Не знаю я, сколько это в метрах пока. А, вот написано 23 метра. Огромная такая тяжелая. Последний. Наконец-то. Последнее, что мы берем, это маленькие такие вкусные сладкие перчики. Бэби пепперс для Тая на ланч в школу и на снэк. Вот такие хорошенькие малышки. Аж две взяли. Бананы, смотрите, как аккуратненько разложены. У каждого бананчика свое место. И, кстати, так выглядит гораздо красивее, чем когда они все в куче. Прямо так и хочется их купить. Берешь? Маленькую возьми пачечку, пожалуйста, чтобы она не испортилась. Ну все, наконец-то, Кассия. Не забывайте, не забывайте лайк и подписочку. Кстати, мы сейчас подойдем к суши, который я рассказывала. Который вкусный и гораздо дешевле, чем заказывать из ресторанов. Они правда очень-очень вкусные. Ну все, мы идем, наконец-то, к Кассии. Обычно мы пользуемся кассой самообслуживания. Но так как у нас такой большой сегодня объем, то мы будем с кассиром. Ну мы много взяли, это больше, чем на две недели. Ну что, то мы будем докупать в любом случае. Скорее всего, будут овощи и молоко, потому что у нас молоко еще осталось. Так что я думаю, что нам хватит, и мы будем докупать просто. Молоко у нас есть, мы сейчас не брали молоко, и овощи мы ездим, докупаем. Я выкладывала, но у меня отобрали. Вот такой вот мальчик, помогает складывать все. На пакетике она. Вот он момент, истина. Вот она сумма. Кошмар, что-то как-то слишком много получилось. Ну вот она наша финальная сумма. Получилось вместе с налогом 344 доллара. Все, выходим, дождик уже закончился. Кстати, смотрите, как здесь лед еще продают. Ладно. Что? Чипсы? Ну открой, ладно. Чуть-чуть. На улице прям очень хорошо. Ох уж эти проблемы. Куда же мы припарковали машину? Где же она теперь? Паркуемся. Ой, паркуемся. Паркуемся. Вот он, H-E-B. Хорошенький. Итак, за 350 долларов у нас есть, что здесь, креветки, хвосты лобстера, гребешок мы еще взяли, достаточное количество мяса, ящик пива, еще один маленький ящик пива, и всего две бутылки воды. Почему так мало-то? Надо было еще взять. А? Есть? Ну ладно. Ну, вот и все. Большое спасибо за то, что досмотрели до конца, и всем пока. Пока.